Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт моей юности, который называется Трухлявый пень. Для этого нам понадобятся яйца, кефир, сахар, сметана, орехи, ванильный сахар, разрыхлитель, мука, вишневое варенье, сливочное масло и какао. Вначале мы взобьем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем кефир, кладем в миску в варенье, на небольшой скорости миксера перемешиваем, всыпаю разрыхлитель и муку. На маленькой скорости перемешиваю. Вот такое должно получиться тесто. Тесто переливаем в заранее смазанную и посыпанную мукой форму, ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности. Пока печётся корж, начнём готовить крем. Для этого сначала измельчу орехи. Наш пирог остыл в форме и мы теперь его достаем и разрезаем на три части. Готовим сметанный крем. Часть сметаны перекладываем в миску, немножечко оставляем для глазури. В сметану кладём в ваниль, сахар и масло. И взбиваем на небольших оборотах миксером. Сметанный крем готов и мы начинаем собирать наш торт. Смазываем кремом. Посыпаем орехами. Ещё выкладываем один корж. Опять крем. Опять орехи. И сверху последний корж. Выкладываем остаток крема на верхний корж. На верхний корж нужно крема меньше, чем на остальные коржи. Посыпаем орехами. Для торта готовим шоколадную глазурь. Остаток сметаны, сахар и какао смешиваем и ставим на небольшой огонь. Постоянно помешиваем. В шоколадную глазурь добавляю масло. И варю её до полного растворения масла. Остывшей глазурью заливаем торт. А сейчас я объясню, почему он называется трюхлявый пень. Он очень пористый и в разрезе он получается такого цвета, как трюхлявое дерево. Наш торт готов. Приятного чаепития!